Пятница вечер. Как обычно, два бывших одноклассника, Кирилл и Мефодий, встречаются в баре. Министр иностранных дел Зимбабве на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым предложил объединить усилия в борьбе с западными санкциями. Учитывая опыт африканской страны, которая находится под санкциями США и ЕС с 2008 года, мы можем надеяться на более эффективные ответные меры. Кафе-бар вовремя Все, капец пиндосом. Вот теперь мы им достойную ответку забабахаем с братской страной. С братской страной? Ну разве что по духу. И друзья наши все дальше и дальше от наших границ. Дружба народов не имеет границ. Ой, я вас умоляю. Что нам с той дружбы? Со страной, у которой постоянно кончаются деньги, чтобы печатать новые деньги. Денег мы им дадим. А взамен разместим там свою военную базу. Зачем нам военная база в Зимбабве? Мы еще Омск не весь разбомбили. Америку пугать ракетами. Боюсь, что пугать американцев мы будем не ракетами, а эпидемией холеры, которая там периодически возникает. Ракеты нам никто не даст там разместить. При Хрущеве такого не было. Мы размещали свои ракеты, где хотели. Даже на Кубе один раз почти разместили. И Советский Союз ни у кого разрешения не спрашивал. А сейчас распустились все. Я с умоляю. Именно поэтому теперь никто не спрашивает ничего у Советского Союза. А на Кубе американцы ездят отдыхать. Ну не базу. В Зимбабве может быть хороший культурный обмен. Намекаешь на то, что им можно будет втюхать партию георгиевских ленточек с твоей швейной фабрики? Да я уже там не работаю. Уволили вчера. А в Зимбабве можно летать на отдых. Согласен. Со светом там так же, как и в Крыму. Так что никто особой разницы не почувствует. Да и по ценам разницы никакой не будет. Кстати, не одолжишь деньжать немного? Хотел выходные отдохнуть культурно. Ростичок за гаражами пожарить. А вот мясо подорожало, чё-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова